Девушки отдыхают «Становление Трампа. Становление Трампа. Так называется видео. Самое мощное видео на сегодня, по моему мнению. Мы покажем вам шестиминутное видео и вернемся к горячим новостям. Целая мировая коррумпированная структура власти сейчас против Дональда Трампа. Если мы заявим, что мы против коррумпированной системы власти, как нам тогда не поддержать Дональда Трампа? Вот простой вопрос. У нас есть репортаж из Геттисбурга вчера. Он невероятный. У нас много всего сегодня. Все это действительно представляет американизм против глобализма. А сейчас смотрите видео. «Наше движение заключается в замене провальной и коррумпированной политической элиты новым правительством, которое будет контролироваться вами, американским народом. Политическая элита Вашингтона, а также финансовые и медиакорпорации, накапливающие капитал, существует только по одной причине — защищать и обогащать себя. Ставки политической элиты составляют триллионы долларов на этих выборах. Те, кто контролируют рычаги власти в Вашингтоне и особые мировые интересы, состоят в партнерстве с людьми, которые не думают о вашем благе». Наша компания представляет для них настоящую угрозу их существованию, с которой они раньше еще никогда не сталкивались. Это необычные очередные выборы каждых четырех лет. Это пересечение дорог в истории нашей цивилизации, которое определит, являемся ли мы людьми, восстанавливающими контроль над нашим правительством, над политической элитой, которая пытается остановить нас. Это та же самая группа, ответственная за наши катастрофические торговые сделки, массовую незаконную эмиграцию, экономическую и международную политику, которая высосала кровь из нашей страны. Политическая элита принесла разрушение нашим фабрикам, нашим рабочим, чьи места утекли в Мексику, Китай и другие страны по всему миру. Это глобальная структура власти, которая несет ответственность за экономические решения, которые обокрали наш рабочий класс, отняли у нашей страны ее богатство и положили эти деньги в карманы кучки огромных корпораций и политиков. Это борьба за выживание нашей нации. И это будет наш последний шанс спасти ее. Эти выборы определят, являемся ли мы свободной нацией, или у нас только иллюзия демократии. И мы фактически находимся под контролем небольшой группы людей, чьи глобальные интересы заключаются в коррумпировании системы, а наша система коррумпирована. Это реальность. Вы знаете это, они знают, я это знаю, и большинство во всем мире. Знает это. Машина Клинтон находится в центре питания такой системы. Мы узнали об этом из документов Wikileaks, которые раскрывают, что Хиллари Клинтон тайно встречается с международными банками, чтобы спланировать уничтожение суверенитета США, чтобы обогатить эти глобальные финансовые силы, отстаивать особый интерес ее друзей и спонсоров. Честно говоря, ее нужно посадить в тюрьму. Самое мощное оружие, которое развернули Клинтоны, это корпоративные СМИ, пресса. Давайте откровенно признаем, корпоративные СМИ в нашей стране больше не занимаются журналистикой. Они отстаивают особые интересы политиков, которые не отличаются от других лоббистов и финансистов, преследуя личные политические цели. Не ваши интересы, а свои собственные. Каждый, кто бросит вызов их управлению, будет проклят и обвинен в сексизме, расизме, сенофобии. Они будут врать, врать, врать. А затем они будут делать еще хуже. Они будут делать все необходимое для них. Клинтоны, преступники, запомните это. Это подтверждено документами. А политическая элита, которая их защищает, вовлечена в крупную, скрытую и широко распространенную уголовную деятельность в Государственном департаменте и фонде Клинтон, чтобы оставить Клинтонов при власти. Они будут делать вбросы лжи обо мне, моей семье и любимых, потому что знают, у них не получится остановить меня. Я все же с удовольствием беру лук и стрелы, чтобы бороться за вас. Я беру их для борьбы нашего движения, за возвращение нашей страны. Я знал, что этот день наступит. Это только вопрос времени. И я знал, что американский народ поднимется над этим и проголосует за будущее, которое они заслуживают. Единственное, что может остановить эту коррумпированную машину, это вы. Единственная сила, имеющая возможность спасти нашу страну, это мы. Люди, достаточно смелые, проголосовать против этой коррумпированной политической элиты, это вы, американский народ. Наша великая цивилизация подошла к итоговому моменту. У меня не было нужды всем этим заниматься, поверьте мне. Я построил замечательную компанию, и у меня замечательная жизнь. Я мог бы наслаждаться продуктами и преимуществами многолетнего успешного бизнеса и сделок вместе со своей семьей, вместо того, чтобы идти на это шоу абсолютной лжи, жульничества и злостных нападок. Кто бы мог подумать, я делаю это, потому что эта страна так много мне дала. И у меня сильное чувство, что пришла моя очередь вернуть долг стране, которую я люблю. Я делаю это для людей и для нашего движения. И мы вернем эту страну для вас, и мы сделаем Америку великой снова. Дамы и господа, элита никогда не позволит кому-либо делать что-то такое. Это вне всяких рамок. Вот почему они бросили все, что у них есть. Обе политические партии, всю структуру власти, все международные банки, международные правительства, Папу Римского, коммунистический Китай, Саудовскую Аравию. Все, что вы себе можете представить. Они, пожалуй, бросили все на Дональда Трампа, кроме пасхального кролика. Потому что они украли эту страну. Нас завоевала глобальная экономика. Нас распродали. Нас использовали, чтобы построить мировое правительство. И они знают, что Дональд Трамп просто хочет честных сделок для Америки, а это рушит их всю систему. Они паникуют. Они обделываются в штаны. Они делают все, чтобы помешать ему. Брексит. Великобритания выходит из ЕС. Россия выходит из-под их влияния. Другие страны. Австралия выходит из соглашения по выбросам углерода и отдаляется от глобализма. Затем Каталония хочет отделиться от Испании. Исландия хочет выйти из ЕС. Страны Латинской Америки просыпаются. И новый мировой порядок паникует. И в той точке координат, когда они хотели привести нас к мировой депрессии, обанкротить всех и консолидировать управление. Эти банки не хотят процветания. Они хотят тотальный контроль. И все это олицетворяет Хиллари. Было два опроса фокус-группы на CNN. Где голоса распределялись 10 к 5 и 8 к 5. У меня есть два разных видео. И CNN просто прерывает трансляцию. Они подходят к фокус-группе и говорят, «Итак, что мы имеем? Сколько за Трампа? 10. Сколько за Хиллари? 5. Сколько независимых? 5». И они прерывают трансляцию, когда опрос «Пользу Трампа». Есть еще одно видео, и там то же самое. Внутренние опросы говорят, что на 15-2 пункта впереди победа подавляющим большинством. У Хиллари нет большой поддержки, у нее ничего нет. И они паникуют. Они планируют украсть выборы. Они пытаются думать, что вы слабохарактерные, слабоумные. Я говорю вам, это не делает Трампа идеальным. Нет, но он сейчас хочет вернуть эту страну. Глобалисты украли эту нацию. Они взяли ее под контроль. Они укрепили контроль. Но вот хорошие новости. Украдут они выборы, или победит Трамп, или он проиграет. Национальное самосознание, знание раздутости Федерального резерва, знание об этих банковских синдикатах сейчас — достояние общественности. И никто не сможет это спрятать назад. Бутылку. Джин выпущен из бутылки. Ящик Пандоры открыт. А пояс начал движение. Субтитры создавал DimaTorzok